Более подробно обсудим эту тему с нами на связи уже Виолетта Маскалу, это учредитель Global Ukraine Foundation, доктор философии из Франции. Виолетта, здравствуйте, рада вас приветствовать. Здравствуйте. Более подробно давайте об этой инициативе в целом, ну не только об этой, да, об общих заявлениях господина Макрона касательно усиления поддержки Украины. И тут речь идет не только о боеприпасах, но также и о добровольцах. Ну давайте назвать их так, добровольцы. Скажите, пожалуйста, насколько это может быть следующим этапом, в целом такие заявления и, возможно, раскрученный маховик информационный как минимум, как может быть это следующим этапом поддержки Украины в сопротивлении российской агрессии? Это совершенно логический этап. После того, как первые два года после полномасштабного вторжения США сыграли определенную лидерскую роль, сейчас, исходя из факторов внутренней политики в США, они не могут держать эту высокую рамку. То есть есть риск для Франции и для стран Европейского Союза, что победа Трампа в США ослабит Европу, если они будут меньше вкладывать в НАТО США, имеется в виду. И, соответственно, в 1922 году французов-европейцев застали врасплох действия Путина и Кремля. Сейчас уже было достаточно времени. Вот это лидерство США первые два года, то есть то, что они активно помогали и финансово, и с вооружением, был тем периодом, когда европейцы после этого шока от нападения, то есть они смогли переиграть, переосмыслить, вернее сказать, то, что происходит, и решить для себя, что дальше. И сейчас риск не только в том, что Украина оказалась в более слабой позиции, но европейцы понимают, что очень огромный риск висит уже над Европой. И, соответственно, Франция, тут тоже говорили в сюжете раньше, что про определенную форму соперничества между Францией и Германией, не надо забывать вот это трансатлантическое соперничество между Францией и США. И поэтому Франция, как единственная страна, у которой есть ядерное оружие в рамках стран Европейского Союза, единственная страна, которая может себе позволить говорить один на один, то есть с Путиным, если США сделают шаг назад, и они не смогут вырулить этот внутренний кризис. В первую очередь на слова Макрона реагируют практически во всем мире. Вот, в свою очередь, в Белом доме отреагировали на слова президента Франции. И я напомню, что господин Макрон призвал не быть трусами, это прямая цитата господина Макрона, не быть трусами и продолжать поддерживать Украину всячески, как только можно. В Белом доме отреагировали и сказали, это цитата, президент Зеленский не просил этого, имеется в виду добровольцев, добровольцев с других стран. Зеленский просто просит инструменты и возможности. Он никогда не просил иностранных войск, которые воевали за его страну. Это конец цитата. Это слова спикера Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби. Скажите, пожалуйста, в данном случае, юридически ведь, если, допустим, иностранные военные зайдут в Украину помогать сопротивляться российской агрессии, это нарушает какие-то статьи, нормы, нормы НАТО и так далее? Либо тут речь идет непосредственно о добровольцах, о тех, кто хочет сам, проявил воле и заявление сам. Из того, что я поняла, из заявления президента Маккорона, он говорит вполне осмысленно про армию Франции и стран-союзников. То есть тут речь уже о том, чтобы принять на себя ответственность и отправлять силы для того, чтобы поддержать украинских солдат, которые борются. То есть не идет речь о том, чтобы прямо на линию фронта воевать против армии РФ, но разные варианты, которые уже просматриваются, допустим, усилить или обеспечить защиту границ на севере, на стороне Беларуси, или обеспечить определенную защиту границ со стороны Приднестровья для того, чтобы освободить больше украинских солдат, для того, чтобы они смогли концентрированно быть на линии фронта, как это западная, восточная сторона фронта. Поэтому логика какая-то есть. Здесь мы наблюдаем над таким шифтом, то есть реально сув, то есть кардинально виден прорыв в том, насколько осмыслили угрозу, которая исходит со стороны Кремля. И мне кажется, что последние события в России, когда даже тот факт, как они демонстративно на весь мир убили оппозиционера Навального, это было каким-то образом, наверное, как, не знаю, там, последняя, да, то есть капля воды, потому что речь идет сейчас о том, что есть большие шансы, как бы, что выборы в РФ не будут признаваться Евросоюзом. И, соответственно, что определенный там даже разрыв каких-то отношений, да, то есть за эти два года европейские страны проработали на то, чтобы обеспечить свою автономию, меньше зависеть от России, там, что касается газа, там, других природных ресурсов. И поэтому это не так удивительно, да, то есть, конечно, что Макрон тоже, он же играет карту лидерства в рамках стран ЕС, и его эти заявления, да, то есть реально запустили дебаты, и на уровне Франции будут дебаты в парламенте, и уже мы видим в рамках Европейского Союза, что если в первые дни там многие отнекивались, да, то есть они боялись этих заявлений, потом определенное количество стран, которые, в принципе, сказали, что да, мы должны исключать такой вариант, и мы будем его прорабатывать, они это видят как альтернативу для того, чтобы, ну, не дать России, уже речь даже не о том, что они раньше говорили, что Россия не должна выиграть эту войну, а сейчас они уже, бископс поменялся на то, что Россия должна проиграть. Еще к важным заявлениям Министерство обороны Франции обнародовало список военной помощи, которую Париж предоставил Киеву за два года полномасштабной войны Российской Федерации против Украины, и тут как раз уже речь идет о желании проявить лидерство в поддержке Украины в сопротивлении российской агрессии. Я не буду абсолютно все перечислять, я только акцентирую на важных моментах. Общая сумма – это 2,6 миллиарда евро помощи военной Украине, к которой можно добавить 1,2 миллиарда евро для Европейского фонда мира, что в целом составляет сумму более чем 3,8 миллиарда, начиная с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года. Именно обороны указывают, что поставки соответствуют критериям обеспечения Киева оборудования с боеприпасами, обучения, а также обслуживания техники. Если мы сейчас говорим о том, мы видим, что Соединенные Штаты Америки пока что не то чтобы затягивают с помощью Украине, а сейчас обсуждается этот вопрос. Назовем это так. Можно ли говорить о том, что Европейский Союз, скооперируясь и по инициативам Макрона, которые он озвучивает, помощи Европейского Союза будет достаточно для сопротивления российской агрессии? Существует ли, по вашему мнению, ресурс достаточный у Европейского Союза для Украины? В странах Европейского Союза нет достаточно оружия, то есть они это признают, и не так легко перезапустить всю индустрию. Поэтому они включили сейчас тоже поиск альтернативных стратегий и сказали, хорошо, тогда будем покупать то, что надо, там, где оно есть. И то, что президент Чехии тоже озвучил, что нашлись амуниции, значит, финансы найдутся. Поэтому это достаточно, говорю, большой перелом. И я последние два месяца провела очень много времени тоже в общении, в рамках одного проекта, в общении с представителями армии, разными генералами мы общались на уровне Франции. То есть для нас потом не было удивлением вот заявление президента Макрона, потому что мы видели, что все понимают на очень высоком уровне риски, которые несет в себе политический режим Кремля. И они понимают, что если сейчас не поднимать ставки и не показать готовность защитить столько, сколько надо и помогать усиливать ресурсы Украины, то они понимают, что россиянами становятся, тоже вот эти последние заявления, тоже касательно Молдовы. То есть, говорю, прошел уже этот период пацифизма, когда европейские страны не хотели уже, ну, не хотели верить, что война возможна. Все осмыслили, что на жаль, да, рядом с Европой страна террорист, и, значит, нужны кардинальные меры. Для меня это четко видно, что это второй этап уже, да, то есть, и где, если лидерство США сейчас уменьшилось по их определенным причинам, да, в внутренней политике, то тогда Европейский Союз под лидерством Франции и, ну, конечно, тоже работая с Великобританией, с Канадой, с другими странами, и семерки будут усиливать свою поддержку. И, кстати, в продолжение ваших тезисов хочу также добавить цитату одного из гостей нашего эфира, господин Романенко у нас был и комментировал эту тему. Вот он сказал очень важный момент. Заявление президента Франции Макрона о вероятном вводе западных войск на территорию Украины продемонстрировало некую смену риторики союзников. Важно, что это начало положено, а кроме Франции и другие партнеры включатся. Это слова господина Романенко, основателя благотворительного фонда «Закроем небо Украины» и генерала-лейтенанта. Как вы считаете, кто после Франции готов радикально изменить свою риторику в плане помощи Украине? Ну, уже же озвучили, там, Эстония, Балтийские страны, Нидерланды, Чехия тоже, то есть Канада, соответственно, есть определенный блок, и, наверное, это конкретный результат всех усилий, которые проявил президент Зеленский и Министерство иностранных дел, и вся команда, которая работает на как-то изобничную, внешнюю политику, да, и вот эти все билатеральные, да, то есть договоренности в какой-то момент позволяют, ну, вот, идти так чуть-чуть напролом, и эти первые шаги, да, которые были инициированы президентом Макроном, как мы видим, за ними, ну, как бы есть готовность, есть поддержка, много и не надо, на самом деле, да, то есть достаточно, там, до десяти стран, которые сделают первый шаг, и то, что казалось, там, не знаю, два года назад, там, не хотели, там, не знаю, давать ПВО, не хотели, там, думать даже про то, что, там, танки какие-то, леопарды, да, там, потом самолеты, да, то это было все невозможно, казалось, да, то есть в результате потом большими усилиями, то есть получалось добиться и добились поддержки. Посмотрим, то есть вот сейчас огромная неопределенность, что будет в отношениях с РФ после 17 марта, после того, как пройдут эти выборы, ну, фейковые выборы, да, в РФ, и какая будет дальше, как будут дальше развертаться, ну, развертываться события, соблюдаем, наблюдаем с большим вниманием. Спасибо вам огромное, Вилета, за то, что нашли время присоединиться к нашему эфиру. Я напомню Вилета Маскалу, учредитель Global Ukraine Foundation, доктор философии из Франции, была с нами на прямой связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.